Согласно статье, опубликованной в журнале Soul Reports, в древнем черепе охотника-собирателя, жившего 5000 лет назад, нашли старейший штамм чумной палочки. Можно ли полагать, что наши будущие поколения найдут в наших останках следы коронавируса и будет ли он представлять угрозу для человечества? Смотри в сюжете. По словам доцента Института фундаментальной медицины Казанского университета Павла Зеленихина, коронавирус, как и все вирусы, во-первых, хуже сохраняется в среде, чем болезнетворные бактерии, некоторые из которых способны образовывать специальные покоящиеся формы, например, споры. Возбудитель сибирской язвы сохраняется в почве, уже доказано, несколько десятков лет, вполне себе спокойно. Возможно, сохраняются и сотни, но, конечно, не тысячи. Чумная палочка не образует покоящихся форм, это не спорообразующая бактерия, поэтому так долго, как сибирская язва, тоже сохраняться не может. Вирусы, к которым относится коронавирус, сохраняются еще меньше. То есть для того, чтобы обеспечить сохранение на достаточно длительный срок, необходимы определенные условия. Когда человек умирает, большая часть микроорганизмов, включая вирусы, находящихся в нем, очень быстро погибают. Какая-то часть остается на небольшое время, которое зависит от условий, в которых происходит сохранение. Но все равно через достаточно длительное время все это гибнет и остаются лишь небольшие кусочки, фрагменты белков, нуклеиновых кислот, которые впоследствии исследователи могут обнаружить и как-то так проанализировать. Но это, безусловно, уже не живые существа, а лишь остатки. Опасен ли вирус после смерти человека? Сколько он живет? И есть ли риск нового заражения спустя столетия? Те небольшие фрагменты, остатки, какие-то кусочки генетического материала, коронавирусы, которые, возможно, наши потомки обнаружат через тысячелетия в наших телах, они, конечно, уже не будут представлять вообще никакой опасности. Потому что это будут не целые вирусные частицы, а лишь их небольшие фрагменты. Более того, скажу, коронавирус в качестве генетического материала содержит РНК, рибонуклиновую кислоту, которая значительно менее стойкая к окружающим воздействиям, нежели чем ДНК.